Ваш врач говорит, что у вас высокий холестерин? Тогда вы знаете, что вам необходимо поменять свое питание и образ жизни, чтобы уменьшить холестерин и риск сердечных заболеваний. Городской этап конкурса грации и артистического мастерства «Мисс Весна-2021» прошел во Дворце детского творчества. Выставка энергетических картин Барановичской художницы открылась в библиотеке имени Валентины Тавлая. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичем». За сутки в Беларуси зарегистрированы 1622 пациента с COVID-19, выписаны 1525. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 333 430 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 323 748 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2334 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 20 258 тестов. Всего в стране проведено 5 516 682 теста. Ваш врач говорит, что у вас высокий холестерин, тогда вы знаете, что вам необходимо поменять свое питание и образ жизни, чтобы уменьшить холестерин и риск сердечных заболеваний. Следует отметить важное значение регулярных медицинских осмотров, ведь большинство заболеваний гораздо проще вылечить на начальной стадии, когда человека еще практически ничто не беспокоит. Помните, осложнения, которые вызываются повышенным холестерином, необратимы, а лечение не избавляет от существующих проблем, а лишь предотвращает развитие новых. Среди страшных слов, которых все боятся, о которых всех на слуху, одно из первых мест совершенно точно занимает холестерин. Почти все пациенты уверены, что повышенный уровень холестерина в биохимическом анализе крови – это безобидно, что лично их не коснутся такие серьезные последствия, как атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов, ведущих в головной мозг, сосудов нижних конечностей, или, что хуже всего, системный атеросклероз. Как отметила Ксения Сальникова, врач-кардиолог, заведующий Барановичским межрайонным кардиологическим центром Барановичской центральной поликлиники, при повышенном уровне холестерина в крови в первую очередь нужно корректировать питание. От ряда продуктов во время лечения придется отказаться, а затем снизить их потребление. Фастфуда, жареного, жирных, молочных продуктов, кондитерских и мощных изделий. Увлечение этими дарами гастрономии ведет к ожирению, а оно изменяет обмен веществ, в том числе липидный. В дальнейшем предстоит решить вопрос о необходимости дозировки приема статинов. Научно доказанный факт – пациенты с сахарным диабетом обязательно должны принимать статины, поскольку нарушение углеводного обмена приводит к дисбалансу липидного. Здоровым людям в возрасте до 40 лет нужно проверять уровень холестерина раз в 2 года, старше 40 – раз в год, при атеросклерозе либо гиперхолестеринемии – раз в полгода, при гипертонии, которая не связана с ишемической болезнью сердца – раз в год. Прежде чем прибегнуть к медикаментозному лечению, задумайтесь, может, все дело лишь в нездоровом образе жизни? Наладив его, вы сможете избавиться от заболевания без применения лекарственных препаратов. Уровень молодежной безработицы в Беларуси около 6,5% – это значительно ниже, чем в странах Европы. В этой статистике учитывается молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Количество безработных с дипломом о высшем образовании – наименьшее. Больше всего безработных либо не имеют образование, либо с профессионально-техническим. Положены молодым специалистам, в том числе получившим образование за свой счет и компенсации в связи с переездом на работу в другую местность. Им полностью возмещается стоимость проезда самого выпускника и членов его семьи. Компенсируются расходы на перевозку имущества любым транспортом, выплачиваются суточные за каждый день нахождения в пути. Молодым специалистам выплачивается и денежная помощь в размере месячной стипендии, назначенной в последнем выпускном семестре. Городской этап конкурса грации и артистического мастерства «Мисс Весна-2021» прошел во Дворце детского творчества. Кто завоевал главный титул, узнала наша съемочная группа. Весна – это новая жизнь, красота, любовь и очарование. И неудивительно, что именно в эту пору проходит городской этап конкурса грации и артистического мастерства «Мисс Весна-2021». На сцене актового зала Дворца детского творчества облистали 10 талантливых и привлекательных представителей слабого пола, которые боролись за главный титул и возможность представлять барановичей на областном этапе состязания. Во время подготовки к программе все участницы посещали занятия по дефиле, оттачивали мастерство при подготовке к творческому конкурсу, записывали и монтировали видео. Школьницы писали эсэ, в которых рассказали, почему хотят участвовать в шоу и сочинениях на тему «Моя малая родина» и ее достижения. Сегодня 10 прекрасных участниц будут бороться за титул «Мисс Весна». Идея конкурса заключается в представлении творчества и красоты, как совокупности духовных, интеллектуальных качеств и способностей и, конечно же, внешних данных участниц. Победительница городского этапа будет представлять наш город на областном этапе конкурса грации и артистического мастерства «Мисс Весна». Каждая из 10 девушек продемонстрировала свои лучшие качества и доказала, что она достойна быть самой находчивой, целеустремленной и красивой. За два часа выступления компетентная жюри сумела рассмотреть таланты. Каждая определила победительницу, которой был присвоен титул «Мисс Весна-2021». Это 16-летняя Ангелина Войтиховича из средней школы номер 18. Именно она представит «Барановичей» на областном этапе конкурса в конце апреля. Титул второй «Вице-мисс» завоевала Дарья Шульга, ученица гимназии номер 4. Первой «Вице-мисс» конкурса стала Злата Горелик, представительница девятой школы. Особенно выделена «Мисс Весна-онлайн» Дарья Чупелевич, ученица средней школы номер 21. Остальные участницы награждены в номинациях «Очарование», «Грация», «Творчество», «Артистизм», «Красота» и другие. В Брестской области к республиканской акции «Неделя леса», которая проходит с 3 по 10 апреля, присоединились более 6 тысяч человек. За время акции планируется посадить более 460 гектаров леса. В области во время инициативы будет посажено около 2 миллионов деревьев. В Брестской области лесные культуры уже высажены на половине отведенных площадей. Лесхозы на юге региона начали посадки чуть раньше. Северные – Барановичские, Ганцевичские, Ляховичские. Из-за погоды приступили позже. До конца апреля работы по созданию и дополнению лесных культур планируется закончить. Выставка энергетических картин барановичской художницы Дианы Радомская «К себе настоящая» открылась в библиотеке имени Валентина Тавлая. Энергетическая живопись развивает интуицию и уверенность в собственных решениях, помогает познать свою истинную сущность настоящего себя. Посетить экспозицию можно в Зале отраслевой литературы до 9 мая. Выставка энергетических картин барановичской художницы Дианы Радомская «К себе настоящая» открылась в Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая. Мастерица кисти родом из огородка Снов Несвежского района. Жизнь Дианы всегда шла по стандартным шаблонам. Окончила школу, затем Барановичский госуниверситет, получила диплом по специальности управления туристической деятельностью, вышла замуж, родила дочку и осталась в нашем городе. Год назад автор экспозиции решительно и быстро окунулась в творчество, обучалась на различных курсах и мастер-классах по современному искусству. А сейчас сама создает картины и иллюстрации, которые исполняют желание. Я рисовала картину для своей подруги, просто в подарок, в знак благодарности. И мне почему-то так хотелось спросить, а какая вот у тебя мечта? Она мне назвала ее, я просто машинально записала пару пунктов на холсте и начала зарисовывать именно изображением, просто. Я ей подарила ее, и буквально через месяца два-три мы с ней встретились и сели обсуждать вообще мой путь, мои картины, как я развиваюсь. И она задумалась и говорит, знаешь, все пункты сбылись. Энергетическая живопись – это техника спонтанного рисования, прямое выражение своего сиюминутного внутреннего состояния, чувств, желаний, мыслей на холсте или бумаге. Такая живопись одновременно является одной из техник релаксации, поскольку сам процесс рисования всегда начинается с медитации или направленного расслабления. Можно сказать, что с помощью этого метода живописи создается мост между сознанием и подсознанием. Считается, что энергетическая живопись развивает интуицию и уверенность в собственных решениях, помогает познать свою истинную сущность, настоящего себя. Такой творческий метод еще называют терапевтическим искусством. Во время презентации с помощью техники «Метафорические карты» каждый из гостей получил возможность заглянуть в подсознание и лучше понять себя. Своими впечатлениями о картинах поделилась Юлия Ширченко, клинический психолог, практикующий гипноз, специалист по психосоматике. Посетив выставку, слаживается очень глубокое впечатление о том, что человек на самом деле пришел уже к истинному состоянию понимания самой себя, и это есть путь к себе. Во время презентации Диана поделилась историями создания своих необычных картин, попыталась передать заложенную в них энергетику, рассказала о своих планах. Художница мечтает о собственной студии, где будет творить шедевры и проводить мастер-классы для взрослых и детей, заряжать их легкой творческой энергией и влюблять в искусство, ведь оно доступно абсолютно каждому. Ты живешь по накатанной, да, по этапам, вот как нас мы рождаемся, да, идем в сад, в школу, университет, вот как по забитой программе. Именно с творчеством уже пошел совершенно другой процесс, как будто вот все стало ярче, красивее, ты обращаешь внимание на мелочи, тебя может вдохновить абсолютно любая вещь. То есть, сидя в кафе, глядя просто на стаканчик кофе, ты садишься, рисуешь и все, пошла энергия и пошел этот поток. То есть, именно моя жизнь, она прям кардинально меняется. Посетить выставку Дианы Радумской и к себе настоящей можно в зале отраслевой литературы до 9 мая. Для стабилизации обстановки на дорогах с 10 по 19 апреля ГАИ проведет республиканскую профилактическую акцию «Трезвый водитель». Наряды ДПС проведут целенаправленные отработки автодорог и улиц, уделят внимание объектам торговли и заведениям, работающим в ночное время. Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, расскажут о проблеме пьянства за рулем, разъясняют участникам дорожного движения ответственность за нарушение ПДД и напомнят о социальном проекте «Останови беду, позвони 102», который, кстати, дает свои результаты. Так, примерно 20% нетрезвых водителей задерживаются по звонку неравнодушных людей. С января по март этого года за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 3214 водителей. Повторно в течение года сели за руль пьяными 150 человек. За это время по вине нетрезвых водителей совершено 25 ДТП, в которых 4 человека погибли и 26 получили травмы. Еще в 456 ДТП повреждены транспортные средства. Люди не пострадали. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин